Всем здорова ребята, с вами как всегда я Ламберт и сегодня специально для моих подписчиков я снял довольно таки интересный видеоролик. Сегодня в этом видео я хочу вам показать много эксклюзивных машин, которых вы никогда не видели на Блэк Раше. А если вы хотите узнать что это за машины, то смотрите этот видеоролик далее. Кстати сейчас перед вашими экранами появится победитель прошлого конкурса на 500 рублей доната абсолютно на любом из серверов Блэк Раше. Чтобы забрать сюрприз обязательно напиши мне в ВК со всеми доказательствами на протяжении 24 часа. Первая эксклюзивная машина, это можно сказать даже и не машина, это целый аппарат. Это ребята танк, вы наверное его видели, но много игроков никогда не видели танк на Блэк Раше. Создаем, так нажимаем далее, вот, вот такой вот танк мы создали. Кстати на этом танке можно передвигаться, вот заводим двигатель и плюс еще можно стрелять. Получается вот такой вот танк могут создавать только администраторы и ютуберы. И можно вот так вот брать и просто по всей карте кататься. И кстати еще на этом танке можно стрелять. Вот просто нажимаете на эту кнопку выстрела и вот так вот можно шмалять по игрокам. А то что типа урон сносится я не знаю, но вроде как урон должен сноситься, если прям впритык стрелять. Следующая машина это у нас вот такой вот красный монстр трак. Многие наверное монстр трак впервые видят на Блэк Раше, но если не секрет, то на Блэйс сервере у одного игрока был такой же монстр трак, но он вроде был синего цвета. И если честно я не знаю откуда он его достал. Но вроде как такой монстр трак можно купить через администраторов. Вроде так, ну короче мне так по крайней мере говорили. Дальше у нас идет вот такая вот фиолетовая тачка. Многие кто играл в GTA San Andreas знают эту машину. Эта машина тоже само по себе эксклюзивная. Этой машины ни у кого нету на Блэк Раше. Вот ее вроде как даже и нельзя купить. Но если возможно, то наверное можно купить через администраторов. Но это маловероятно. А так само по себе машина нефиговая. Если допустим ездить на Блэк Раше, то машина прям очень сильно заметная. Но от первого лица кататься невозможно, потому что там ничего нету. И это тоже обычная моделька из GTA San Andreas. Следующий транспорт, который я вам покажу, наверное будет самым огромным транспортом на всей Блэк Раше. Единственным. Это вот такой вот самосвал. Или я не знаю как это можно сказать. Но вы просто посмотрите на эти габариты. Давайте я сейчас в сторонку отъеду. И выйду из него, чтобы вы посмотрели насколько он огромен. Вот здесь вот наверное пойдет. Так, давайте выходим. И посмотрите, ребята, на мой скин и на этот транспорт. Тут он настолько огромен, что я не знаю. Он берет прям конкретное место на дороге. Плюс еще вот можно нажать на эту кнопку и поднять вот эту вот заднюю часть. И плюс еще можно ее снизить. Но она вроде так работает только у меня на экране, а у других игроков это не видно. Еще он когда едет, он берет не одну полосу, а берет сразу целую дорогу. Следующий транспорт это у нас вот такой вот военный вертолет. Да, вам тоже не кажется, это в натуре военный вертолет. Кстати, на нем можно летать. И плюс еще вроде можно стрелять. Сейчас мы как раз таки, я вам как раз таки это и покажу. А так вот посмотрите по сторонам. Он тоже довольно таки огромный. И сейчас мы кстати на нем и полетим. Так, садимся. Двигатель у нас заведен. И вот смотрите, можно вот так вот стрелять. Так, взлетаем. И вот свободно можно на нем летать. И другие игроки этот транспорт тоже видят. Вот так вот короче можно стрелять и забомбить все правительство. Но вроде как урон из этого транспорта не засчитывается. Если из танка засчитывается, вроде из этого транспорта никак. Вот смотрите, я вот в них стреляю. И все нормально. И сейчас я хочу вам показать вот такой вот военный истребитель. На нем тоже можно летать. На нем вроде как тоже можно стрелять. Вот так вот садимся. Взлетаем наверх. Так, почему он... А, вот все, взлетел. Просто поворачивать нельзя почему-то на вертолетах. Но если честно, я не знаю как им управлять. Как им можно вот так вот вперед взлететь? По идее же истребители должны быть быстрыми. Но почему-то он у меня вообще не летит. Вот так вот можно пострелять в игроков. О, вот смотрите, полетел, полетел. Так, ты не туда летишь. Назад чуть-чуть, сдай назад. Хотя нет, он же может вверх лететь. Да, вот. Надо теперь как-нибудь полететь вперед. Чтобы он набрал скорость. Вроде вот так, да? Он должен. Хотя нет. Что-то не получилось, ребята, с него поуправлять. Он у меня взорвался. Давайте сейчас попробуем второй раз. Вот, смотрите. Вот так он летает. Да, истребитель на самом-то деле должен вот так вот летать. Вот можно вот так вот летать и стрелять. И кого можно просто бомбить. Интересно, на нем можно труки делать? Так, давайте я сейчас попробую. Можно ли сделать вот такую вот мертвую петлю? Или не получится? Во, вот так, вот так, вот так. Так, должно получиться. Смотрите, сейчас попробую. Надо просто нормальное место найти. Вот здесь вот, думаю, пойдет. Все, делай, делай, делай. Что-то не делается. А, во, 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 во. Так, делай. Нет, не получилось. Да. Смотрите, еще один из очень эксклюзивных транспортов. Вы никогда вот сто процентов не видели такой транспорт. Это такой вот маленький вертолетик. Так, вот согласитесь, вы никогда такой вертолетик не видели вообще на Блэк Раше. Может, в Сампе видели. Может, в ГТА видели. Но на Блэк Раше точно нет. И на этом вертолетике можно летать спокойно. Кстати, с помощью него можно вроде людей резать. Так, давайте подождем, пока этот чувак выйдет. Ты будешь выходить или нет? Давай, выходи. Я попробую тебя порезать. Попробуем кого-то убить. Вроде как... А, во, 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 смотрите. Так, погоди. Вот так вот попробуем. Назад чуть-чуть. Ты где? Вот. А, вот, смотрите, да, можно резать. Но урон что-то не засчитывается. А по идее, урон должен засчитываться. Есть вот такой вот второй вариант такого транспорта. Это уже не вертолет, а самолетик, который вот летает как реальный самолет. На нем, кстати, можно в любое место залететь. Вот, давайте попробую. Я сейчас вот это вот окошко попробую залететь, если получится. Да, вот, смотрите, я в натуре залетел. Вот такие вот игрушки мне очень нравятся. И было бы прикольно, если бы разработчики добавили бы такие игрушки на Блэк Рашу. Типа как аксессуар. И чтоб на них можно было вот так вот летать. Но, чтобы такие игрушки были прям довольно-таки дорогими. Потому что, если такая игрушка будет у каждого, то это будет, конечно, конечно, это будет жесть. Вот так вот. А так, в принципе, прикольно. Есть вот такой вот третий вариант. Но это уже не самолет и не вертолет, а обычная машинка, которая ездит. И она ездит довольно-таки быстро. Прям очень быстро. И тоже было бы прикольно, если бы на Блэк Рашу добавили такую маленькую машину чисто для передвижения. На этом, ребята, вообще не все. Есть очень много эксклюзивных машин. Но если их показывать, то видеоролик продлится надолго. Давайте договоримся так. Вы набираете под этим видеороликом большое количество лайков, большое количество просмотров. И я снимаю вторую часть и показываю еще больше эксклюзивных машин. На этом, в принципе, все. С вами был Амберт, ребят. Всем удачи и всем пока-пока.